There are loved ones in the globe Иеремия Финг, один из самых богатых и влиятельных людей Колумбии, основатель мануфактуры Финка, изобретатель кинетоскопа и аэрокрюка, а также ведущий ежегодной колумбийской лотереи Иеремия Финг, хитрый и жадный, предприниматель без совести, установивший монополию в Колумбии Ему принадлежит самый успешный бизнес в Колумбии, и, скорее всего, он является одним из самых богатых людей в городе Он платит своим работникам не серебряными орлами, а жетонами Финка, которые можно потратить только в фабричном магазине, аналогичная практика была распространена в начале 20 века в Америке Многие его работники голодают и живут в трущобах Согласно книге «Mind in Revolt», многих своих работников, которые в основном являлись бедняками и пьяницами неамериканской национальности, Финг доставлял в Колумбию с поверхности, так как их труд стоил очень мало Именно благодаря нему Дейзи Фитцрой оказалась в Колумбии Одно из величайших изобретений Финка – аэрокрюк, устройство, сперва используемое рабочими для починки аэротрасс, позже им стала пользоваться полиция Колумбии для быстрого перемещения по городу Эта сделка позволила Финку стать богатым и могущественным членом основателей, что очень помогло ему, когда он стал тайно снабжать глаз народа ради собственной выгоды Он также нанял изобретателей энергетиков Далтона, Марлоу и Саймона Пьюра, когда они искали спонсора для массового производства своей продукции Большая часть бизнеса Финка опирается на, украденные, им технологии, которые он видел через разрывы Впервые он услышал о разрывах от своего брата Альберта и скептически отнёсся к ним, но позже осознал выгоду, которую можно получить благодаря им Именно Финг был нанят Камстоком для убийства Роберта и Розалин Тлютис в обмен на право на их патенты Получив заказ Камстока на создание идеального защитника для Агенца Божьего, и Еремия Финг даже наладил сотрудничество с учёным из реальности подводного города Восторга, работающим по схожей тематике, Яном Сушонгом Результатом их совместной работы и обмена идеями стало создание Соловья, летающий город Колумбия, и больших папочек, подводный город Восторг Голософон, продукт не хуже других, показывает, что Финка больше волнует не пророчество Камстока, а выгода, которую можно получить благодаря этим пророчествам Субтитры создавал DimaTorzok